В пятницу 15 марта высший законодательный орган КНР выбрал нового премьер-министра. Вен Зябао на его должности сменил Ли Кэ Цян, бывший вице-премьер. Таким образом, в стране завершилась историческая смена власти, которая происходит раз в 10 лет. Днём ранее Всекитайское собрание народных представителей практически единогласно выбрало и нового председателя КНР. Впрочем, многие считают и этот орган, и само голосование лишь формальностью, поскольку, несмотря на многопартийность, китайский парламент находится под абсолютным контролем коммунистической партии. Как и ожидалось, президентом стал Си Цзиньпин, которого также назначили главой Центральной военной комиссии. За проголосовало 99,86% делегатов. Заместителем Си Цзиньпина был избран Ли Юан Чао. Как и Си, он является сыном высшего партийного руководителя. Кроме этого, он принадлежит к негласной партийной фракции уходящего лидера Компартии Фу Цзиньтао. Его избрание показало, что вторая могущественная фракция партийных консерваторов во главе с Цзиньпинем постепенно теряет свои властные позиции. «Мы ясно видим, что так называемые выборы – это просто формальность. По данным Рейтер, назначение Ли Юан Чао показывает влияние Си Цзиньпина, а также то, что планы Цзиньпиня рушатся». Пока делегаты выбирали новое поколение лидеров, в столице продолжились аресты правозащитников и диссидентов. 14 марта на своей страничке в Твиттере известный китайский диссидент Ху Цзя написал, что его подвергли восьмичасовому допросу, в процессе которого, цитата, «серьезно избили». Он также выложил фотоссадин на голове. Как предполагает активист, его задержали за недавнюю критику в адрес Си Цзиньпина и других высокопоставленных чиновников. Редактор субтитров А.Семкин